МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Игорь Белышев. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Как это? Потерять все. Гуманитарная катастрофа на востоке Украины. Вынужденные каникулы. Пока школьникам весело, но впереди интенсивная учеба. Баскетбольная суперлига Хортица утонула в Днепре. Динозавр с лопатой или ледниковый период по-американски. Пора платить по счетам. Более 21 миллиона гривен обязаны возместить своим работникам запорожские предприятия-должники. Большая часть долга – это около 13 миллионов гривен у 10 предприятий государственного сектора экономики. В ходе заседания городской комиссии по вопросам погашения задолженности по зарплатам мэр Запорожья отметил, что решение этой проблемы – непосредственная задача не только предприятий, но и руководителей районов города. Погашение задолженности будет проходить согласно составленным графикам. У нас на сегодняшний день есть предприятия, которые экономически, будем говорить так, активны, и есть предприятия, которые банкротны. Поэтому вам взаимодействие сотрудничества по тем исполнительным делам, которые находятся, по решению этих вопросов, и по решению по предприятиям банкротам. Лично вы несете персональную ответственность за выполнение этих графиков совместно с предприятиями-должниками. Дальше. Каждую неделю вы, как председатель районных комиссий, обеспечиваете мониторинг, будем говорить, выплаты заработной платы на тех предприятиях-должниках, которые у вас сегодня существуют. Программа установки теплощетчиков будет завершена уже в этом году. Все дома в Запорожье оборудуют приборами учета к маю. Это позволит экономно расходовать тепло в домах и правильно вести учет отпуска тепловой энергии. На данный момент установлено уже более 1200 счетчиков. Программа есть такая, которая подразумевает установку 100% счетчиков на все дома. В 2014 году мы эти счетчики закупили, в 2015 сейчас мы заканчиваем установку, и программа продолжается на 2016 год. Значит, в 2016 году мы будем устанавливать 375 приборов, те, которые будут ставить концерн, а все ставится за деньги концерна. Учебная тревога. Завтра, 27 января, с 10.00 до 10.30 департамент по вопросам гражданской защиты населения Запорожской облгосадминистрации проведет проверку областной системы оповещения с включением электрических сирен. Просьба к жителям региона соблюдать спокойствие. Без средств к существованию. По данным ООН, в результате конфликта на востоке Украины в гуманитарной помощи нуждается порядка 5 миллионов человек. Из них более полутора миллиона – дети. Многие находятся на грани выживания. Кто помогает преодолеть трудности людям, попавшим в беду – в репортаже Евгения Мельник. Помощь всем, кто в ней нуждается. Представители ООН, которые работают в Украине, не только осуществляют мониторинг ситуации на Донбассе, но и оказывают всестороннюю поддержку мирных жителей Востока Украины. Особое внимание переселенцам. Их всемирная продовольственная программа ООН обеспечивает продуктами питания. Этот парень – житель Артемовской помощи. Получает не для себя. Его родственники – переселенцы – жили на линии фронта в районе Донецкого аэропорта. У них считается серая зона, опытная. Хотелось бы, конечно, принести организаторам благодарность. То, что помогают людям, те, которые попали в такие времена, в эксцессов, им необходима поддержка. А эта семья приехала из Чернухина Луганской области. Поселок находится в 15 километрах от Дебальцево. Сейчас привыкают к жизни в мирном городе, на подконтрольной Украине территории. Чего вы в первом классе занимаетесь? Буквами читаем. Уже умеешь читать? Только чуть-чуть. В течение дня получить помощь от ООН приходят десятки людей. Таких продуктовых наборов, говорят представители Организации Объединенных Наций, хватит на всех нуждающихся. Отсюда выдаются коробки и уже в зале непосредственно раздается. Поэтому 2,5 тысячи, ну где-то одну треть мы уже раздали. Там и мясо, и бобы, и масло. То есть такой набор, ну он шикарный. Координатор проекта Всемирной продовольственной программы знает о трудностях людей, которые вынуждены покинули свои дома не понаслышке. В 2014-м семья Потаевых бежала из Донецка. На руках маленький ребенок, в душе страх, что супруга не пропустят на блокпостах так называемой ДНР. Девушка признается, тогда надеялись, что уезжают всего на неделю. Все беды, которые рассказывают переселенцы, мне известны. Поэтому это очень тяжело, когда ты потерял все. И когда ты приезжаешь в чужой город, деньги тают, как снег на солнце. Продуктовые наборы и ваучеры для приобретения необходимых товаров получили уже порядка 100 тысяч жителей Донецкой и Луганской области. Представители ООН и гуманитарной организации АДРА в Украине призывают всех не оставаться равнодушными к проблемам людей, попавших в беду. Более подробно о происходящем в зоне АТО, а также реальной истории жизни, репортажи с передовой и последствия необъявленной войны смотрите в спецпроекте «Донбасс сегодня». Евгения Мельник, Седония Ракелян, Юрий Васильченко из Донецкой области, ТВ5. Снег и лед. Радость детям и проблемы взрослым. Особенно тем, кто за рулем. Из-за несоблюдения скоростного режима и дистанции зимой происходит наибольшее количество аварий. Как нужно вести себя водителю на скользкой дороге, чтобы избежать заноса? И что делать, если машину все-таки занесло, узнавала Оксана Заводовская. Леонид – инструктор в автошколе. За рулем уже больше 20 лет. Но во время езды по гололеду даже его опыт не всегда спасает. На скользкой дороге, веряет мужчина, могут помочь только стандартные правила дорожного движения. Прежде чем выезжать, я вам скажу, надо сначала подготовить автомобиль, чтобы выезжать уже не просто на машине, хотя бы чтобы была зимняя резина, потому что многие стараются избегать этого, зачем нужно, обязательно. Ну, а во-вторых, не торопиться, держать дистанцию. Чаще всего авария из-за того, что люди либо превышают свой опыт, свои амбиции, что я могу, либо просто невнимательность. В Запорожье частые перепады температуры воздуха. Это отражается и на состоянии городских дорог. В гололед и морозную погоду все нужно делать плавно и стабильно. Главное не делать резких маневров. Пытаться тормозить либо рывками, если нет АБС системы на машине. Следить за предыдущими машинами. Многие машины вешают значок шипы, буква ша. Это значит, держите от него дистанцию дальше. У него тормозной путь будет гораздо быстрее. Для того, чтобы притормозить на скользкой дороге, есть два эффективных метода. Торможение рывками, либо с помощью переключения передач. Второй вариант, говорит Леонид, надежнее. Вы должны потихоньку ехать на третий, отпустить газ. Выжать сцепление, включить вторую, отпустить газ. Выжать сразу первую и отпустить газ. И машина остановится тогда почти совсем. А вот если дорога предстоит дальняя, специалисты рекомендуют обратиться к механикам. Нужно провести полноценный осмотр автомобиля. В зимний период, прежде всего, нужно осмотреть за исправностью системы охлаждения. Раз. Система отопления салона. Два. Исправность топливной системы. Особенно на дизельных автомобилях, которые влияют качество топлива. Это тоже в первую очередь нужно проверять. Но это, как говорится, за этим следят должны АЗС. Также автомеханики рекомендуют заливать в бак побольше бензина и проверять уровень масла. Не разу все годы вождения попадал в сложную ситуацию на скользкой дороге инструктор со стажем. Леонид делится своими правилами выхода из аварийной ситуации. Можно смотреть на окружающую себя вокруг территорию, что находится рядом. Если это безопасный занос, значит, можно продолжить немножко сдвинуться в сторону. Если нет, то крутить руль в направлении, куда занесло машину и пытаться выровнять. Если задний привод, то газ однозначно попускаем. Если передний привод, то можно немножко добавить газ, чтобы выровнять. Если избежать заноса все-таки не удалось, водителя могут спасти вещи первой необходимости. Они должны находиться в каждой машине. До момента прибытия эвакуатора они помогут водителю согреться и оставаться на связи. В зимнее время возить с собой теплое одеяло, которым можно укутаться для дополнительного согрева. Если на длительное расстояние выезжаете, однозначно термос горячего чая взять с собой в дорогу. Мобильный телефон заряженный, потому что по всем операторам, всех мобильных операторов можно позвонить в службу спасения 101 бесплатно, либо же 112 и перевести вызов, сообщить координаты, где случилось происшествие. Синоптики прогнозируют продолжение снегопада в южной части Украины. Поэтому специалисты советуют избегать поездок на длительное расстояние за пределы города. Оксана Заводовская, Константин Пороскевич, ТВ5. Каждый месяц в минувшем году запорожский бизнес приносил госбюджету почти 250 миллионов гривен. Это почти на 80 миллионов больше, чем в 2014. Текущий год для предпринимателей окажется не самым простым, отмечают в Главном управлении налоговой службы в Запорожской области. Причина – изменения в налоговом законодательстве. Их приняли в конце прошлого года. Также налоговики отметили, что снижение ставки единого социального взноса не должно отразиться на своевременности социальных выплат. Да, изменение в пенсионный фонд, фонды социального развития. Но это вопрос Минфин, который формировал баланс, выдать дополнительную часть и прибутковую часть. Они сбалансировали этот минус. Они видят, что они возьмут в кредитном формате. Что может сбалансировать этот минус – это детенезация. Это сегодня главный такой выклик для бизнеса, для службы. Новая жизнь новогодних елок и котопес для первой ракетки. Это и многое другое далее в нашем выпуске. Не переключайтесь. Чтобы не запутаться, интерактивная карта декоммунизации. Птичку жалко. Как в Запорожье помогают зимующим пернатым? Хортится на щите. Разгромное поражение запорожского клуба. Весело и полезно. Нам бы таких дворников. Увеличение интенсивности или уроки на выходных. С 22 января в запорожских школах объявлен карантин. Немногим ранее закрыли все учебные учреждения в Бердянске и Мелитополе. Аналогичная ситуация и в других городах области. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе на вынужденные каникулы ушли ученики почти 300 школ. Будут ли школьники отрабатывать пропущенные занятия, узнавала Ирина Погоренная. Как и большинство запорожских школьников, шестиклассник Кирилл наслаждается отдыхом. С пятницы на вынужденных карантинных каникулах. Наконец-то отдых. Я могу выспаться, потому что я не высыпался, когда надо было в 7 часов вставать в школу, идти. Несмотря на дополнительные выходные работы, у Кирилла хоть отбавляй. Нужно успеть выучить все уроки, которые задали на карантин. А это дополнительные задания по каждому предмету. Выспаться, погулять на улице, а еще присмотреть за младшим братом Макаром. Бежит колобок по дорожке, навстречу ему волк. Колобок, колобок, я тебя съем. Не ешь меня, волк, я тебе песенку спою. В Запорожском регионе занятия приостановлены практически в половине учебных учреждений. На карантине приблизительно 90 с половиной тысяч школьников. Занятия в секциях также не проводятся. В будущем, прогнозируют специалисты, детям придется наверстывать школьную программу. Правда, без каких-либо отработок в выходные дни. Все дни, как и дети будут дома, они не будут отработать в школах, в дальнейшем. Потому что это все будет выполнено за рахунок интенсификации навчального процесса. Учитель младших классов одной из запорожских школ Ирина Самохина говорит, несмотря на то, что последние два года учреждения не закрывались на карантин, наработки, как наверстывать школьную программу, уже есть. Карантин рассчитан на неделю, поэтому там в среднем получится как бы за один урок две темы. Это в течение недели мы, я думаю, нагоним этот учебный материал. Главное на сегодня для школьников придерживаться здорового образа жизни, меньше посещать места большого скопления людей и много, но безопасно отдыхать. Об этом в один голос твердят и медики, и учителя. Как любому ребенку нужно соблюдать этот режим дня, здоровый образ жизни и, конечно, высыпаться. С запорожским школьникам скучать не приходится. Благодаря карантину у них появилось много свободного времени для того, чтобы вдоволь насладиться всеми зимними забавами. Такие импровизированные детские горки появились в каждом районе Запорожья. Большинство школьников карантинные дни проводят именно на улице. Наоборот, хорошо. Я это все время ждал, когда карантин будет. Придумываю разные, ну, как сказать, вот на санках разные вот. Ну, в принципе, все, играем, снежки, лепим снеговика. Карантин провожу хорошо. Ну, занимаюсь, делаю уроки. Ну, лук, ну, вы понимаете. Да, чтоб не заболеть. Карантин в большинстве учебных учреждений области продлен до конца этой недели. Дальнейшая судьба школ будет зависеть от общей эпидситуации в регионе. А пока у запорожских школьников, как и у шестиклассника Кирилла, есть возможность хорошенько отдохнуть. Ирина Погорена, Игорь Бахиркин, Константин Пороскевич, ТВ5. Карантин как праздник. Из-за увеличения количества простудных заболеваний среди детей и подростков все школы Бердянска с 19 по 25 января закрыли на карантин. Накануне городские власти продлили вынужденные каникулы до 1 февраля. Как бердянские дети проводят дополнительные выходные, видел Игорь Стрельцов. Школьники не сидят дома. Облюбовали один из спусков к морю. Этот участок дороги стал настоящей зимней достопримечательностью Бердянска. Когда выпадает снег, крутой спуск закрывают для движения автотранспорта. 11-летний Сергей воспользовался вынужденными каникулами, чтобы больше времени проводить на свежем воздухе. Сейчас карантин, так только замерзла гора. Первый день я вообще пришел, я немного покатался и пошел домой. Теперь я сюда каждый день хожу. Небольшой перерыв на обед и вновь на спуск, чтобы прокатиться с ветерком. Главное быть предельно внимательным. Иногда падаешь, два мальчика катались, вели девочку из-за асфальта. Они сами вылетели и ей под ноги упали. Шестилетнюю Алену от травм оберегает ее отец. Сергей катается на санках вместе с дочерью. Приятного времяпровождения. Хороший снег. Покататься на горке. Когда еще такая зима будет, чтобы можно было покататься на горке? Кто его знает? Скоро стаясь тут. Такой снег и мороз не часто случаются в Бердянске. По прогнозам синоптиков, скоро в городе будет потепление. Когда лето приходит, когда все зимой уже накатались, все это вспоминают летом очень хорошо. С хорошими воспоминаниями, некоторые с хорошими и плохими. Этот спуск не оборудован для зимних массовых развлечений. От травм здесь никто не застрахован. Врачи советуют бердянцам быть максимально осторожными или вообще воздержаться от такого отдыха. Карантин в местных школах пока продлен до 1 февраля. Его введение, говорят медики, дает результат. Количество школьников составило всего 15%. Это хорошо, потому что были введены карантинные мероприятия и, естественно, заболеваемость среди школьников значительно снизилась. Дмитрий Злачевский, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. Интерактивная декоммунизация. Житель Запорожья создал карту, на которой обозначил все улицы города. Особое внимание он уделил местам, которые должны быть переименованы. Пока карта еще не готова, свой окончательный вид она получит, когда улицы с коммунистическими названиями обретут новое. Станислав Свидлов уже полгода работает над интерактивной картой по декоммунизации Запорожья. Главная его цель, чтобы каждая улица, которая попадает под действие закона, получила новое название. Я взял список улиц в открытом доступе, улицы Запорожья, Зеркала История, разработанной нашей областной библиотекой. Проанализовать этот список заняло у меня приблизительно 3 дня. Только список. Самое нанесение улиц на мапу города заняло у меня приблизительно месяц. На карте более 1300 улиц. В открытом доступе она уже месяц. Ознакомиться с ней успели 5000 человек. Эта карта делится на тематические категории. Коммунистические. Названия, связанные с Украиной. Нейтральные названия, связанные с заграницей. Названия, связанные с героями и событиями Второй мировой войны. С Россией. И названия неопределенного происхождения. Наблюдать за процессом декоммунизации просто. Теперь каждый может узнать, сколько улиц носят коммунистические названия и где они находятся. Для этого нужно зайти на Google My Maps и посмотреть, какие улицы скоро будут с новым именем. Станислав пришел к выводу, что в Запорожье больше всего улиц носят нейтральные названия. Чуть меньше названий, связанные с Россией. А вот украинских по сравнению с остальными не так много. Повязанность с Россией, кстати, это была у нас наибольшая тематическая категория. Их приблизительно 230 власти. После переименования она станет другая тематическая категория. На первое место выйдет, связанность с Украиной. Создатель интерактивной карты говорит, много улиц, которые попадают под переименование, нет в списке, что разработала экспертная комиссия. Я обратил внимание, что такая улица, как на космосе, великая, Радгосп, она центральная, магистральная, ее все знают, чему-то не потрапило. И когда я начал анализовать список, выявилось, что приблизительно 50 улиц не потрапило до этого списка. Максим Остапенко – один из участников экспертной группы городского совета по декоммунизации. Он уже ознакомился с интерактивной картой. Говорит, сейчас процесс переименования только на начальной стадии. Со временем появится большее количество названий, которые нужно уточнить или заменить. Вимоги закону по декоммунизации, они четко визначены и четко потрапляет перелик людей, або назв, которые должны быть изменены. Поэтому задачей нашей экспертной группы было в первую очередь визначити те назвы, которые уже однозначно ишли под декоммунизацией. Что до других назв, мы будем предлагать изучить это и выносить это вопрос на обговорение. Работать над своим проектом Станислав планирует и дальше. Каждое изменение в названиях улиц Запорожья сразу отобразится на его интерактивной карте. У нас как раз в ближайший час появляется сессия Минской Ради, где выносится это решение. Если можно, на основе решения комиссии по переименованию, но депутаты могут внести какие-то изменения. Если они внесят, я внесу в мапу. Если они не внесят, все получится, как есть. Сейчас парень готов делиться своими знаниями. Хочет, чтобы границы интерактивной карты по декоммунизации расширились. Анна Анисимова, Олег Мовченюк, ТВ5. В прошлом году запорожцы показали, что умеют не только хорошо работать, но и отдыхать. В театрах области и филармонии прошло около полутора тысяч представлений. Музеи, галереи и заповедники посетили почти 500 тысяч человек. Чиновники обещают, программа текущего года будет не менее насыщенной. Провести шесть новых фестивалей в наступном году. Это и фестиваль этнографичный Гетьманщина, это и фестиваль военно-историчной военно-историчной, патриотичной, современной песни АТО, который будет на Дике Поле, его название. Это и фестиваль военно-бойного мистеца Спас на серпень. Это и фестиваль патриотичного вистава, и цикл с червня по серпень выездов по фронту. Ненужная, нужная елка. Запорожские волонтеры призывают всех небезразличных горожан принять участие в акции под таким названием. Активисты просят не выбрасывать, а приносить им свои бывшие новогодние деревья. Все хвойные пойдут на переработку и станут экологически чистыми удобрениями. Как проходит сбор елок, знает Евгения Али. Несмотря на гололед и снежную погоду, Виктор нашел возможность поучаствовать в акции и отдать елку волонтерам. Еще в прошлом году оставлял их около мусорных баков. Говорит о других способах утилизации, никогда не задумывался. Раньше мы как елки обычно по старинке вынесли курни, а в этом году мы решили, потому что знали, что такая есть программа, елки будут перерабатываться на одобрение. Мы решили свою елку не выбрасывать, а привезти сюда и сдать, чтобы это потом принесло пользу. В этом году Виктор серьезно задумался об экологии нашего города. Говорит, неправильно утилизация такого новогоднего дерева может навредить. Поэтому в этот раз решила дать елку в руки волонтерам. Это, во-первых, не экологично, взять хотя бы, или даже не по пожарным нормам, чужой гараж. Елки легко воспламеняются, подпалили, сгорело имущество чужое. То есть об этом никто не думает. Все хвойные падут на удобрение и подкормку растений. Волонтеры уверяют, одна такая ель или сосна способна удобрить более четырех деревьев. Акция называется «Ненужная, нужная елка». Мы собираем елки в Мазальтове, это Победа И-4, основка Теленина. Мы их там собираем и потом на мульчевателе, это просто их измельчают елки. Потом измельчают эти елки и вот этот продукт, потом удобряют им деревья, растения и так далее. Часть вот этого продукта отправится в это село. Это тоже наш проект. Он находится в селе Червоноказачье. Это культурно-исторический центр. И там тоже требуется помощь в удобрении деревьев и в развитии. Уже на следующий год Виктор планирует установить искусственную елку. Говорит, с экологической точки зрения, такое решение будет более рациональным. У нас экология и так, ну как страдает. А еще когда начинают эта зелень, то туда все вырубывают. То есть это очень экологично. И я считаю, что лучше сделать искусственную елку. Даже сейчас много людей своими руками делают. Акция «Ненужная-нужная елка» продлится до 30 января. Все желающие смогут принести хвойные в еврейский общинный центр имени Макса Гранта. Евгения Али, Юрий Васильченко, ТВ5 Спасти зимующих пернатых. Запорожские волонтеры провели очередную экспедицию, в ходе которой кормили птиц на острове Хортица. Специалисты уверяют, при минусовой температуре и снежном покрове птицам сложно самостоятельно добывать себе еду. Как запорожские зоологи помогают пернатым выжить в лютые морозы – далее в сюжете. Олеся занимается волонтерской деятельностью по спасению птиц уже несколько лет. Это уже третья ее экспедиция только в этом году по кормлению пернатых. Говорит, чем больше холодает, тем меньше людей участвуют в подобных акциях. Кормить птиц в заповеднике правильно только тогда, когда они в этом нуждаются, в помощи. Это сочетание большого количества снега и мороза. Когда птицы самостоятельно не могут достать достаточное количество пищи и просто погибают. Сегодня Олеся с другими волонтерами преодолеет расстояние от Арочного моста до Дендропарка острова Хортица. Кормить пернатых будут смесью различных злаковых культур, семенами подсолнуха и тыквы. А вот хлебобулочными изделиями подкармливать пернатых строго запрещено. Хлебобулочные изделия запрещены, и птицы от этого погибают. Это нельзя. И нельзя давать пшено. В сыром виде пшено не запрещено. Если вы отварите, просто обычно отварено, а пшено можно. Корм оставляют в таких самодельных кормушках для птиц. Их зачастую делают из пластиковых бутылок и других подручных материалов. Веревка для подвески обязательно должна быть натуральной, чтобы не навредить дереву. Вот такие простенькие кормушки мы делаем с бортиком для лапок, чтобы птички маленькие не резали лапки с крышей. И привязываем натуральной веревкой. Всех раненых или больных птиц Олеся забирает домой на реабилитацию. Там им оказывает первую помощь. До момента полного восстановления сил на волю не отпускает. Сейчас в ее домашнем питомнике около 40 изувеченных пернатых. На данный момент у меня примерно 30 птиц готовы к выпуску. То есть, или готовятся к выпуску. Это птицы, которые попали в сложную ситуацию. К примеру, у нас был недавно на субботнике голубь, который запутался в браконьерской леске. Ухвал вниз головой, и мы его спасали на субботнике. Сейчас есть голуби, есть грачи. Сейчас есть у нас летучая мышь еще, к примеру. Да, бывают и вальчнепы, бывали у нас и хищники. Каждую неделю в школах Олеся проводит уроки доброты «Подари птицу небу». В последнее время к акциям по кормлению птиц начали присоединяться и школьники. Основная помощь по зерновым смесям поступает именно от них. Будет кому мячики подавать. Первая ракетка Украины Александр Долгополов обзавелся домашними любимцами. Ими стали два котенка африканского сервала. Сейчас котятам всего по два месяца. По словам специалиста, повадки сервалов больше похожи на собачьи. Одного котенка Александр назвал Пабло, а вот над именем второго думают мама и сестра-теннисиста. От увлечений звезд спорта перейдем к их достижениям. Елена Назаренко и новости спорта далее. Вітаю вас в эфирі новини спорту. Доля дитячо-юнацької футбольної школи «Металург» досі залишається невирішеною. Працівники славетної кузні кадрів вже кілька місяців не отримують заробітної плати. Та й з самої території школи у будь-який момент їх можуть виселити. Вкотре звернути увагу на цю проблему днями спробували небайдужі. Тренери, батьки-вихованців та юні футболісти провели зібрання, результатом якого став лист звернення до місцевої влади. Подробиці в наступному сюжеті. Проблема існування дитячої футбольної школи потребує негайного рішення. Тому Леонід Клюшик запросив на зустріч не тільки батьків та тренерів, а й представників влади. Самодужки вийти на діалог з власниками «Металурга» директору не вдається. Працівники школи, як і раніше, продовжують виконувати свою роботу безкоштовно. Зараз заходять гроші з батьківських комітетів, з батьків, малюші платять гроші. У нас школа, к сожалению, не безплатна. 350 гривень стоїть обучення одного мальчика, маленького. Старші мальчики отримують, навіть стипендії отримують, отримують питання спецкласи в школах безплатно. Вихід із ситуації є. Це три варіанти існування футбольної дитячо-юнацької школи. Першої школу можуть віддати на баланс міста, другої – фінансування за рахунок області. Ймовірним є варіант збереження не тільки дитячої школи, а й професійної команди. Для цього потрібно створити клуб з новою юридичною назвою. Який варіант оберуть, скоріше за все, з'ясуються наприкінці місяця, коли відбудеться розмова з керівником клубу. Ця зустріча повинна відбудеться від руководителя великого підприємства з керівником 28-30, тобто до кінця місяця. І як тільки вони зустріляться, на яких договоренностях він зможе передати матеріально-спортивну базу, от це найголовніше. Тут поля і ось це здання. Тоді далі будемо двигатися. Працівники школи вирішили не чекати результату цієї зустрічі і колективно написали листа міському голові. Просять провести спільне засідання за участю представників міської та обласної влади, власника дитячої школи, голів місцевої федерації футболу, керівників школи батьківського комітету та представників ЗМІ. Нагадаємо, що Володимир Буряк гарантував збереження у місті дитячої футбольної школи. Разом з містом фінансову допомогу можуть надати бізнесмени. Тим часом вихованці запорізького металурга продовжують влаштовувати життя. Колишній півзахисник Єгор Демченко підтвердив свій перехід до Луганської зорі. Півзахисник зазначив, що підписав контракт на два роки і поки що працює з молодіжною командою. А один з найбільш талановитих молодих захисників металурга Євген Корохов ніяк не намилується собою у формі донецького шахтаря. На підтвердження цьому численні селфі. І хоча офіційного повідомлення про підписання запоріжця поки що не надходило, схоже на те, що з гірниками у нього все серйозно. Запорізькі боксери відкрили змагальний рік у спортклубі «Бойові рукавички». Юники 2002-го-3 років народження розіграли медалі чемпіонату області. А їх 16-17-річні колеги провели контрольний старт перед чемпіонатом України. Хто ж на рензі сильніший, бачив Дмитро Непомящій. У фіналах боксувало 23 пари спортсменів. Кращим з них став представник обласної школи вищої спортивної майстерності Тимур Шепель. Він виступав у вазі до 46 кілограмів. Спортсмен був відзначений за кращу техніко-тактичну підготовку. Приз за волю до перемоги отримав енергодарець Олексій Денисенко. Вага – 54 кілограми. Добре організовані соревновання. У нас хороша суддейська бригада. Головний суддя Ніколенко і інші хлопці, які я маю судді, і національній категорії, і перші категорії, всі справляються чітко. Не тільки протестів, навіть ніхто не визмущається, що кому-то не так дали побіду. Для кращих боксерів області категорії молодь наступним змагальним етапом стане чемпіонат України. Він відбудеться у лютому у Хмельницькому. Ті хлопці готуються потім на чемпіонат України. І ми зараз намагаємося відбирати не просто так візуально, а технічно, тактично, щоб наша команда Запорізька область була краще. Юнацька збірна традиційно успішно представляє Запорізьку область на всеукраїнських змаганнях. У цьому році від хлопців очікують не менш вдалого виступу на зональному чемпіонаті України. У нас завжди в Запорізьку область юношами виступала добре. Тобто, як добре? Показували результат, як мінімум призері. І ми були в трійці, в п'ятірці, іноді і виходили на перші місця командно. Тому наша збірна, ось зараз, що робиться, ще буде збір, ще буде не відбір, а вже підготовка більш серйозна. І ми готуємося, ну, в призах, як мінімум, на чемпіонаті України. Дмитро Непомішій, Константин Грушко, ТВ5. Запорізький мотор продовжує випробовувати себе на міць клубами німецької бундесліги. У грі з представником першого дивізіону «Балінген Вальштаттен» чемпіон України потерпів мінімальну поразку 33-34. Третину м'ячів, а саме 11, приніс команді Станіслав Жуков. Невдовзі команді Миколи Степанця вдалося реабілітуватися за поразку. Цього разу грали з лідером другого дивізіону німецького чемпіонату клубом «Ерланген». Гості вели в рахунку весь ігровий час. Перший тайм завершився з перевагою 16-11, а фінальна сирена зафіксувала рахунок 29-23 на користь запоріжці. Сьогодні на чемпіона України знов чекає зустріч з клубом елітного дивізіону «Бундесліги». Українські баскетбольні клуби «Суперліги» поновили боротьбу у регулярному чемпіонаті після паузи, пов'язаної із кубковими матчами. Для запорізької команди «Хортиця» першим суперником у «Суперлізі» у 2016 році став беззаперечний лідер цього турніру Дніпро. В Дніпропетровському палаці спорту «Шиннік» запоріжці як могли протистояли фавориту чемпіонату. Олександр Мішула та Станіслав Тимофєєнко зробили рахунок 5-0 вже на першій хвилині гри. Олександр Бєла відіграв два очки для запорізців, але суперник продовжив бомбардувати кошик «Хортиці». Після стартової десяти хвилинки дніпропетровці ввели в рахунку 27-13. Все складалося. В четверті, в першій половині ми вже поставили всі точки над «и». Було видно, що хлопці настроєні на хорошу захисту, на хорошу роботу. І якщо команда «Хортиця» там щось забивала, то це були якісь складні бразки. У другій чверті хід гри не змінився. Низький відсоток влучань не дозволяв запорізцям наблизитися в рахунку. До великої перерви Дніпро перетнув позначку у 50 очок. Кращими бомбардирами у господарів були Ревзін та Мішула. Вони заробили 11 та 10 очок відповідно. За пісумком половини гри «Хортиця» поступалася 32-52. На початку третій чверті капітан «Хортиці» Станіслав Сокур реалізував трьохочковий. Після Августін Козанчук зумів результативно завершити ще дві атаки. Але наприкінці чверті баскетболісти Дніпра зробили ривок плюс 12. Стало зрозуміло, що розгрому запорізцям не уникнути. Може би не вистачило вірності в своїх силах, тому що звичайно ми настраюємо хлопців на боротьбу по всій площадці, на периметрі під кольцом. Ми сьогодні захотілося спробувати закрити периметр, розумію, що команда Дніпра сильніше нас в трьохсекундній зоні. Тому хотілося за счет того, що ми будемо пропускати трьохочкові атаки. Вийшло, як вийшло. Вони забили всього 8 трешок. І все, що не забили, все добили з-под кольця. Головна інтрига заключної чверті – чи зможе Дніпро перетнути позначку у 100 набраних очок. За секунду до фінальної сирени Сергій Загреба порадував місцеву публіку. Він переніс своїй команді перемогу 162. Програли щит з різницю в 20 відскоків. Як слід, такий результат. Думали, що буде важко, але не настільки велике розрив. У грі з Дніпром 21-й очко для запорізької команди заробив Денис Іванов. 14 – капітан Хортиці Станіслав Сокур. Наступну гру у суперлізі підопічні Володимира Поляка зіграють у Запоріжжі у п'ятницю 29 січня. В палаці спорту «Запоріж-Алюмінбуд» команда прийматиме Івано-Франківського верлу. Початок матчу о 18.00. Вхід на гру безкоштовний. Запорізькі дзюдоїсти відкрили міжнародний сезон на Кубі. Гавана приймала турнір серії «Гран-прі», де наш регіон представили Вадим Синявський і Станіслав Бондаренко. Обидва до п'єдесталу пошани не дотягнулися. Вадим провів два поєдинки, а Станіслав – три, два з яких виграв. Втім, медалі з Гавани українці таки везуть. Артем Блошенко виграв золото, а Світлана Ярьомка – бронзу. До речі, керував збірною України на Кубі запорізький наставник Андрій Бондарчук. Більше про успіхи представників єдиноборства розкажемо завтра. Дивіться ТВ5 і хай щастить! Комунальні проблеми динозавров. Оказывається, вони у них теж були. І рішались вполне традиційними методами. Вот такий вот тирекс убирала от снега улицы одного із американських городів. Хороший пример для наших коммунальщиків. Как совместити свої непосредственні обязанності з хорошим настроєм? На самом деле, американец Клифф Уайт із-за сильних снегопадів не змог попасть на роботу. І займався в уборках снега. При тому він нарядився в костюм тиранозавра. Запорожські дворники в таких оригинальних костюмах наверняка затмили бы по популярности новых украинских полицейских. Це була последняя інформація о выпускі. Напоминаю, все актуальні новости города і області іщіть на нашому сайті tv5.zp.ua. Якщо ви хочете поделиться с нами інформацією чи розказатися про проблеми, пишіть главред at tv5.zp.ua. В студії работала Игорь Белышев. Всего доброго! Субтитрувальниця Оля Шор